Всем привет! У нас сегодня такой снежный день. У меня тут уже усы из снега. В общем, я выбралась просто прогуляться, потому что тренировок у меня никаких сейчас нет. То я просыпаюсь поздно, потому что ложусь поздно. Не потому что я Соня, хотя и это тоже так. В парке, кстати, очень мало людей. На удивление, хотя погода спокойная, просто идет снег. Мне такая погода нравится. Кроме одного нюанса, то что снег в лицо, куда бы я не повернулась. Да, снимаю на телефон. Я надеюсь, вас это напрягать не будет, потому что... И надеюсь, меня слышно нормально. Потому что у меня на камере там заряда совсем чуть-чуть. Надо, наверное, купить новый дополнительный аккумулятор. Ну вот, что-то я тянусь все время с этим. Не знаю, что-то у меня как-то... То ли руки не доходят, то ли мозги. Да, кстати, хочу сказать отдельное просто спасибо Таше Наташе. Эта девушка ведет свой канал. И почему хочу ей спасибо сказать, потому что она как-то выложила видео о том, в какой программе она редактирует свои видео. У меня до этого была программа Пинакл Студио 14, потом 17, 16 и 18. Самая, конечно, более-менее простая 14, но самая такая более-менее крутая 18. И что я вам скажу? Так вот, что я вам скажу про... Вообще Пинакл в целом, у меня он почему-то один раз только или два установился нормально. Остальное все время как-то он некорректно работал. Всех вот этих эффектов не было. В общем, как-то, в общем, не так, как я хотела. И получается что? Получается то, что после видео Наташи я решила скачать Sony Vegas Pro. Я не знаю, какой у нее, но у меня 13. Я не знаю, заметили ли вы изменения. Но я замечаю, мне кажется, стало немного лучше. Но судить, наверное, вам, мои друзья, потому что я не могу сказать, что мне не нравились видео, которые я снимала раньше. Да, никаких особо эффектов, переходов не было, но самая важная информация, мне кажется. Так вот, к чему я это все вела. К тому, что после того, как она выложила это видео и показала какие-то там кнопки, какими именно она пользуется. Потом я скачала все-таки эту программу и сейчас в ней редактирую. Сначала очень было тяжело с ней подружиться. Я и раньше про эту программу слышала от других девчонок, но не качала ее. Потому что скрины я смотрела, и это просто жуть какая-то, честно. Там столько функций, столько кнопок, столько всяких каких-то моментов, которые для меня оказались-то будут такими тяжелыми, что я не справлюсь с этим. Либо буду очень долго сидеть дуплить, хотя мне нужно там, да, у меня уже куча материала есть, и мне нужно это все смонтировать. Ну, в общем, вы смотрите сами, как бы стали лучше видео или нет. Ну вот, проблема в чем? Проблема в том, что видео, которые я записываю на телефон, они там тормозят жутко в самом редакторе. И меня это жутко бесит. Я не знаю почему, но не все, во-первых, форматы читаются с моей основной камеры, над которой я снимала раньше. И в Pinnacle она как бы распознавалась, вернее, эти файлы распознавались в Sony Vegas Pro, не распознаются. Меня это вообще ступор водит, камера лежит, я ею не пользуюсь. И, да, у меня стоит вопрос теперь, нужна ли мне эта программа. Не знаю, посоветуйте что-нибудь, кто знает, кто, может быть, также сталкивался с таким. Я, кстати, пыталась переконвертировать формат видео, который у меня выпускается именно стандартной моей камерой, переконвертировать в AV. У меня язык заплетается. Ну, сегодня день такой. И все равно Sony Vegas Pro не распознает, не распознает, елки-палки. Не знаю, с чем это связано, хотя AV-формат он должен распознавать по идее, насколько я помню. Так, ну, я пришла уже на место. В принципе, я здесь и сяду, наверное. Здесь тоже вот нашла такой пенек. Ну, как бы пенек, не пенек, такой вот лежит дерево. Опять, да, местность, по-моему, та же самая, если я не ошибаюсь. Только я в тот раз ответы на вопросы снимала чуть, чуть дальше. Даже вон я вижу это место, по-моему. Хотите прикол? У меня села камера. Да, ну, пока еще идет заряд. Пока еще есть заряд. Я хочу передать привет. У меня просил один молодой человек, я так понимаю, да, передать ему привет в следующем видео. Зовут его, вообще, его ник на YouTube. Мистер Теремок. Я подпишу обязательно здесь. Привет тебе, если ты меня смотришь. Я рада очень, что смотришь и пишешь комментарии. Заходи почаще. Я всегда вам рада. И да, хочу еще отдельное спасибо сказать таким людям, как Таша Наташа, которую я уже озвучила. Она ведет тоже свой канал, полезные видео снимает. Мы общаемся с ней. Вообще, со многими людьми, в принципе, я общаюсь на YouTube. И YouTube в этом мне и нравится. И для этого-то я и приходила на YouTube за общением. Также хочу сказать спасибо Юлечке Вятской. Она тоже, я знаю, смотрит мои видео. И я также смотрю ее видео. И жду ее видео новые. Потому что она сейчас не снимает, так как у нее сессия, работа. И, в общем, много по учебе там задают. Я так понимаю, очень все тяжело у нее. Но держу за тебя кулачки. Юлечка, я желаю тебе удачи, чтобы у тебя все получилось обязательно. И также есть пару молодых людей. Как же без этого, если мой канал большая часть мужчин смотрит. Никита Фролов, привет тебе. И спасибо тебе за то, что ты общаешься и ничего за это не просишь. И также Евгений, с которым я в ВКонтакте общаюсь. Не буду называть точно кто что. Я думаю, он меня посмотрел. И он понял, о ком речь. Вернее, он понял, что о нем речь. Да, спасибо тебе, что ты тоже подсказываешь что-то. Да, в какие-то моменты где-то носом тыкаешь. В общем, просто за вот это человеческое общение хочу сказать вам спасибо. Спасибо, что есть все-таки люди хорошие. И даже если вы не 100% хороший человек, я рада, что вы просто общаетесь и ничего за это не просите. Как некоторые сразу пишут там, а пошли там туда, а пошли и давай сделаем то. Что, в общем, вы что, вот кто-нибудь вообще повелся на это, скажите мне. Мужчины, нельзя так. Нельзя, просто нельзя. И девушки, да, не ведите себя легко, легко доступно тоже. Это нас не красит. Да, конечно, слишком недотрогами тоже не нужно быть, но нужно знать меру всему. Да, и вообще хотела сегодня так просто поговорить непринужденно в такой обстановке опять на природе. Потому что мне писали, что на природе как-то видео воспринимаются и разговоры как-то очень добродушно. Это все выглядит и воспринимается хорошо, поэтому я решила опять даже в такую снежную погоду выбраться. Хотя она очень прекрасная. Мне просто вот меня засыпает снегом, а я сижу тут и радуюсь как идиот. В общем, почему бы и нет. Да, хочу дать также пару советов, ну таких советов якобы, да, по поводу... Не подписывайтесь только из-за одного видео. Я обращаюсь сейчас к вам, мои друзья. Я знаю, что многие, так как меня смотрит большая часть мужчин, многие мужчины подписались на меня только из-за пары видео на тему переезд в Россию, про Россию что-то там. Ой, 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 ой. Вот, и я вам советую не делать так. Я понимаю, если вам понравилось видео, оставьте комментарий и поставьте лайк, да, чтобы это видео у вас отбилось на вашем канале. Вы его можете посмотреть в любой момент и пересмотреть и все такое. В общем, если это вообще требуется, потому что я так не делаю. И подписываться... Ладно, даже если вы подписались, но не ждите вы от человека, который говорит, что это не основная тема на его канале. Не ждите от него, что он будет продолжать снимать на эту тему видео. Даже если они стали очень популярными. Я благодарна вам за это, мои друзья, что вы подняли мое видео таким образом. Но, честно, это не мое. Я не политик и тем более уж в политике не соображаю. Да, я могу высказать свое мнение в том, в чем я соображаю и о том, о чем я задумываюсь. Но о чем-то в целом о политике я не думаю, я вам так скажу. Это мне не очень интересно даже. Я интересуюсь Украиной, да, интересуюсь Россией. Но это не как-то так углубленно, чтобы прям все знать и везде бывать и быть в курсе событий. Нет. Если у вас есть какие-то пожелания, вы мне можете написать. Я отдельно сниму видео. Вот у меня были запросы по поводу дословно все этапы получения документов снять. Я сниму на эту тему видео так, как просили. Хорошо. Вот если у вас есть какие-то вопросы, что-то рассмотреть, что-то обозревать, пишите. Я только за. Это новая идея, новый этап и что-то новое для съемки новых видео, нового контента какого-то. У меня сейчас камеру занесет снегом. Главное, чтобы она не намокла и не ёкнулась у меня после этого. Да, хотела еще сказать по поводу того, что многие пишут гадости всякие. Нет, я не хочу сказать, что не делайте так или еще что-то. Вы просто лучше посоветуйте что-нибудь. Да, это будет намного полезней, чем вы напишите негатив какой-то и я просто пройду мимо, либо другой человек тоже сделает так же, как и я. И если вы напишите просто полезную какую-то вещь, информацию, это будет намного лучше, мне кажется. И также хочу сказать, чтобы вы не держали зло на тех людей, которые сейчас снимают видео. Я понимаю, есть много ненужного всего. Так же, как многие заходят на мой канал и считают, что это вообще никому не нужно, зачем она вообще занимается этим. Но кому-то нравится, правильно? И мы должны уважать выбор других людей. К вам домой никто не приходит и не говорит, что ты неправильно посуду моешь, ты неправильно есть готовишь, ты еще что-то делаешь неправильно. Мы же так не делаем. Все мы так же не делаем. Так почему, заходя на любой другой канал, многие пытаются как-то дать напутствие, чтобы человек не снимал больше? А может быть, у него сейчас сыро все и вяло так, а дальше он начнет экшн-видео какие-то снимать. Да откуда вы знаете? Может быть, это пробные варианты, может быть, человек ищет себя, пробует. И почему бы, опять же, не посоветовать ему что-то? Допустим, я же говорю, есть те люди на моем канале, которые дают советы, я очень им благодарна. В общем, да, я уже поснимала. Мой пакет занесло снегом, камера села. В общем, да, я уже поснимала. Ну, в принципе, я все сказала, что хотела. Я хотела еще дальше поговорить, потому что меня понесло, в принципе, как и всегда. Но ничего страшного, если я это сделаю потом как-нибудь. Все должно быть в меру, правильно? Значит, я сегодня даже, наверное, и выложу это видео, либо завтра. В общем, вы увидите в ближайшее время однозначно. Это будет в качестве влога, потому что на полноценное видео здесь не хватит материала. И из этого делать полноценное видео, мне кажется, вообще бред бы получилось. В любом случае, поддержите меня, пишите ответы свои, какие-то мысли выражайте. Я только буду рада. Посмотрите, какой след остался на снегу от пакета. Не мусорю, я забираю его в сябу. Да, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам нравится такая погода. Я балдею просто. Хоть меня и засыпало уже снегом, но волосы все в снегу. Увидимся в следующих видео. И да, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, также пишите комментарии. И до встречи. Всех целую, обнимаю. И пока-пока.